когда четыре дня шел снег то деревня преобразилась в полностью белое полотно там раньше сон на солнце снег растаял теперь тоже все снегу горы деревья сегодня опять немного пасмурно и идет снежок и опять все в белой пушистом снегу сейчас пойду чуть прогуляюсь в лес тропинка ждет весь лес в сплошном снегу ветки все под снегом конечно всю неделю снег идет какие еще деревья будут даже дорожка пройти можно но так довольно таки для подготовленного спутника немного стропа я как раз подготовлен немножко поэтому исследуем снежный лес после снегопада это на поверку оказалась церкушка здесь в лесу можно зайти согреться помолиться и так далее а я сейчас буду проверять нашу учебную игровую площадку осталось ли там из наших надписей что-нибудь или нет сейчас попробуем туда пробраться вместе с вами так снега намело сейчас видно что никто не ходил нижняя деревня виднеется попробуем пробраться наверх ну идти в принципе можно если осторожно сейчас поднимемся посмотрим что-то а если все они в в в в в в в в в Наша надпись все еще на месте, две недели, а то и больше продержалась, это хорошо. На скамейке сейчас особо не посидишь так, только немножко. Чуть поднялся, уже весь запыхался, вот можно в домик заползти, погреться, либо просто. Хорошо, когда куча снега, можно просто присесть и отдохнуть немного, после подъема сложного, целых 10 метров по снегу глубинному. Ну ничего, сейчас передохнем, пройдем чуть дальше, да там уже пойдем обратно домой. У нас сегодня небольшая дообеденная вылазка. Ладно, до встречи. Интересное, конечно, ощущение, когда ты в лесу один ближайший человек в одну сторону где-то за километр, а во все другие вообще их нету, и ты один гуляешь по зимним лесам в горах, наслаждаешься природой. Только птички еще, видите, со мной здесь гуляют и резлятся. Добрался для горного источника освежающей води, чтобы утолить жарство, а то снега ж мало. Сейчас еще воды горной попьем. Сейчас еще с лесными духами пообщаюсь немножко, а пойду уже потом к себе домой. Тут наше известное зеркало, которое делает из каждого гномика. Ну а тут сейчас получится жирафик. Привет, жирафик. Снега тут, конечно, тоже на площадке. Но ничего, сейчас мы раз чувствуем, мы же знаем, как тут все устроено теперь. Но, наверное, не провалиться сильно глубоко и под лавину не попасть. Не звенит. Надо расчистить. Сейчас мы все сделаем. Сейчас. Есть другой. Подожди. Откопаем. Совсем другое дело. Так, сейчас приберемся к нашим колокольчикам. Ага. Ага. Вот, нашли наш инструмент. И давай сейчас. Ага. 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 Что немножко поиграли, прогулялись. Теперь можно уже идти домой. это австрия это австрия и это австрия вода кстати не холодная и очень вкусная так вот когда прошелся очень хорошо попить наслаждаясь тишиной в зимнем нетронутом террорическом лесу синички поют можно послушать вместе с ними их песню была замечена черная белка не такие как у нас рыжий скакала с дерева спустилась и туда побежала в принципе ягоды есть можно собирать не знаю едят они их или нет ну и шишек тоже тут много спустился из леса уже в деревню сейчас можно хоть и пасмурно но довольно таки светло особенно снег где-то очки потерял не могу найти поэтому сегодня без очков ну можно видеть вид на деревню пониже птичек тоже очень много летает есть еще информационные таблички а высаженных здесь деревьев ну и об обедотателях в смысле об животных некоторых некоторых как раз о птицах такая вот маленькая зарисовка ниже леса деревни церковь замок колесо с водой там коровник лес для прогулок так и живем сейчас здесь ну и вот в деревне тоже есть колодцы точнее это не колодцы а такие емкости резолюары для воды можно прийти попить свежей воды здание гемайнда располагается администрация деревни по зданию видно по фрескам что он 1590 год был построен получается 450 лет почти телефонная будка пожарная часть еще одно здание администрации это можно видеть супермаркет тут рядом еще банк в принципе все есть аптека недалеко нарек 24 часа церковь рядом в церкви кладбище остановка можно видеть расписание электронное табло когда придет через две минуты через 15 банк банкомат снимает деньги кому надо 24 часа заходишь просто вовнутрь и там вот банкомат уютно расположен безозвышище но все что есть ячейки платежи ручка ну и все банкомат бери заходи снимай денежки когда они ездят главное буду что снимать как обычно смайлики показывают скорость улыбаются тебе когда ты соблюдаешь скоростной режим и грустные когда нет этим очень много снега но ветра нет солнце тоже вот проглядывается немножко но температура очень комфортно и совсем не холодно нет такой пробивающий до костеризма в виде как в наших местностях интересно кукурузу сушат плюс вон еще колбаски есть вид на другую сторону деревни вдоль дороги главный собственно вот она эта вся деревня там начинает замк должно быть за домом видно и вот деревня вот этот замок там начинается озеро если не бывший лес оттуда я пришел ну и вон дальше там уже подъемники вот собственно с одной точки можно видеть всю деревню считай по длине так точно стоит машинка опять снега нападала на трактора вон вчера все убрали за вчера ну целая куча снега получилось ну вот правда отчастины немного падает но ничего открыли возле нашей деревни новую тропу в другую сторону от деревни рядом с подъемником есть сейчас вот гуляем видно как и бороздили свеженький снег пушистый на лыжах и сноубордах считается самый кайф таком снежку проехать но тут хватает можно спокойно питаться вот идешь открывается вид соседние деревни через речку даже веселится играть люди специально забирались чтобы спуститься прокатиться Сейчас на лавочку присядем, отдохнем, вон снега Вон мы там стоим, пришли сейчас оттуда, поднялись на гору Там наша деревня, вон подъемники едут, ну а подниматься обычно вон туда, на тот край Сейчас немножко отдохнем, присядем Сегодня пришло новое термобелье, миорина, шерсть Вот как раз испытываем в зимних условиях на себе Пока что очень тепло было Дашь ли до очередного поворота посмотреть на новый вид этой тропы для хайкинга зимнего Сейчас уже подъемники выключили, уже дело идет к вечеру Так что мы далеко сегодня не пойдем Пойдем обратно Посмотрели только, как люди катались, да всякое зверье бегало Побежим домой тоже Мюнхенские сосиски варить Да трюфель с салями есть Вера предлагает поесть ягод, говорит, что это нормально, можно есть шиповник обычный Да, но я что-то не рискну Шишечки маленькие Вон елки в снегу прямо, маленькие растут Кстати вот, когда вы в последний раз видели такую систему Прямиком из Советского Союза, да? А оказалось, что на горнолыжном курорте самая топовая тема Любые хорошие варежки ее имеют И рукавицы Так вот, разработки из давних времен всегда пригодятся Вот тут интересно замерзают сосульки Попробую сейчас на камеру заснять Вон, снежинки внутри Конечно, да, если обращать внимание на такие мелкие детали Можно открыть для себя новые красоты природы И никого Только мы спустились с горы вон той Сейчас, когда гуляли Можно любоваться закатом Небо Розовенькое Золотенькое У нас здесь разные вон Каких хочешь Пришли на стоянку Надо все рассказать Где были Откуда шли, куда дошли Сейчас На заказ полюбовались И Можно ехать Уже Домой Лошадкам там Привет передали Да И все Поехали До новых встреч Домо Снег Лоб Снег Профессор Похож Домо Продолжение следует... 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 Вот, 3-3-5-3. Вон пики высокие. Вон они. Нижние деревни и абрикосовые плантации местные. Видно. Перед дорогой назад немного прилегли отдохнуть тут. В хорошем месте с лежаками. Под обзорной площадкой как раз. Вон потолок. Все натуральное дерево. Новенькое. Даже запах стоит еще. Можно чуть полежать, отдохнуть. Ну и тут хоть снегом не завалено. Не мокро. Такой отдых в альпийской зиме. После хайкинга. Пока. Продолжение следует...